На своем электрокаре автоблогер Кирилл Петров, более известный некоторым как Варпач, планирует проехать более 4000 километров от Москвы до Горного Алтая. Еще буквально лет 5 назад такое путешествие доставляло больше дискомфорта, нежели удовольствия, признается сам Кирилл. Сейчас это уже не выглядит как добровольное приключение на пятую точку, а скорее обыденная поездка, только с большим километражом. С каждым годом все становится лучше и лучше, если сравнить с 2018-2023, это вообще небо и земля. В 2018-м я заряжался от 380 вольт, это для понимания обычная красная высоковольтная розетка, у меня она была в багажнике. Я просто цеплялся либо на СТОшке, либо на мойке, потому что это самое распространенное место, очень легко договориться, потому что по сути 380 какая-то из других фирм мало кто предоставит. А вот именно мойки и СТОшки предоставляли, и разница феноменальная. В 2023-м уже намного легче путешествует, но все равно все не так легко. Нужно больше зарядок, нужно зарядки ставить между городами. Тогда не только Тесла дальнобойки смогут кататься между городом, но и остальные электрички, у которых запас хода по 300 километров. Зарядная инфраструктура развивается, и это факт. Конечно, пока что шаги не семимильные, но электроводов это не смущает. Место, где зарядиться, можно найти практически везде и всегда. Главное с собой иметь несколько переходников для разных способов зарядки. На всякий случай 100% с собой дорогу нужно. Ну и, конечно, 220 тоже лежит. Ну и еще у меня есть трос и есть крюк. То есть, кто не знает, я могу привязать свою Теслу к фонфуре и зарядиться от того, что она будет меня тащить, а машина будет оперировать, то есть сопротивляться. И от этого она будет заряжаться. За час можно зарядить полную батарею. За шесть дней автопробега участники планируют сделать не более пяти остановок на ночлег и отдых. Еще несколько локаций будут особенными. Параллельно мы заезжаем в некоторых городах в детские дома. Привозим фуры, конфет, шкафы, все то, что необходимо. Телевизоры, технику. То есть, все, что нужно в детдом, мы параллельно, помимо того, что мы просто едем, мы еще несем добро по городам. Отдыхаем, кайфуем, развлекаемся, общаемся. Уже сегодня или завтра вся команда должна прибыть в последнюю точку автопробега Москва-Алтай в село Артыбаш Алтайской Республики. Блогер-электровод Кирилл Петров уверен, что сможет доказать многим, что преодоление дальних расстояний на электрокаре не миф, а комфортная реальность без канистр с бензинами, запасного масла для мотора и прочих бензиновых нюансов. Валерия Ермакова, телекомпания «Ветта».